здравствуйте друзья я попытаюсь ответить на вопрос почему мы не не приглашаем студентов по студенческим визам это как бы целенаправленная политика мы в какой-то момент сознательно сказали себе что не будем этого делать и у этого есть некоторая история ну давайте может быть я расскажу но сначала может быть в целом ситуацию со студенческими визами в соединенных штатах есть учебных заведений две возможности таких значит есть виза ну известная очень виза f1 студенческая и есть виза тоже студенческая для коротких программ непродолжительных называется м виза м и например у нас программы достаточно короткий но у нас есть курс регистрированный более продолжительные мы на этот курс берем только вот те кто приходит с инэмплоймента за них государство больше денег плачет он более продолжительным больше денег стоит у нас есть программа на 6000 вот оттуда приходят студенты можно было бы делать визу м там на 3 на 4 месяца мы вполне подходим под это дело мы не языковые курсы мы профессиональные то есть вполне вполне можно было бы это делать но тут тонкость значит тонкость в том что ну хорошо приехал человек там там не надо на 4 месяца но с практикой в компании пусть будет даже на 6 больше того мы можем сделать более продолжительный курс и в конце концов это будет уже не там не на четыре месяца это может быть будет там на на восемь месяцев плюс практика глядишь там целый год можно сделать такую программу тогда она будет стоить уже не 6 она будет стоить я даже представить себе не могу 12-15 тысяч можно сделать такую программу тоже но вопрос в чем? Человек-то зачем приехал? Он что приехал? Вот поучиться и домой я таких людей даже представить себе не могу значит к нам так не поедут, может они там в Стэнфорд куда, я даже не знаю но даже в Стэнфорд они наверное предполагают что им потом рабочую визу сделают предложат какую-то работу в Соединенных Штатах и так далее что собственно обычно и бывает поэтому так что же он к нам то чего поедет он к нам поедет чтобы въехать в страну по нашей визе и дальше как-то вот переходить на какие-то нелегальные фокусы ну или он будет там я не знаю политического убежища просить либо он просто куда-то в нелегалку идет, я даже представить себе этого не могу и я знаю чем это кончится, что мы попадем через полгода в черный список все наши усилия по получению разрешения на выдачу студенческих виз вот этих вот это не совсем так на визу школа визы не выдает, школа выдает там форму специальную с которой уже вы идете в посольство и получаете визу значит и вот и все это рухнет потому что мы превратимся автоматически в такой визовый махинационный центр не потому что мы этого хотим а потому что люди которые к нам приедут даже если они не имели этого изначально в уме так сказать они оказавшись в стране, начав учиться, получив там профессию и так далее они естественным образом придут к следующему вопросу дальше что? а дальше ничего дальше начинается совсем не то ради чего людям дают студенческие визы вот и вот и все поэтому у нас когда-то были разные мысли на этот счет я например думал может быть открыть какие-то курсы английского языка и получать под них студенческие визы вот эти F1 и чтобы народ мог приезжать к нам но еще раз я в какой-то момент понял что я не хочу чтобы к нам приезжали люди которым нужна виза потому что им нужна виза а не то чем мы занимаемся и это абсолютно кроме проблем диких ничего больше у нас не будет София значит моя заместитель по школе мой не знаю как значит мой заместитель по школе София работала раньше в колледже перед нами это называлось учреждение Management College of San Francisco и мы с ними были в таком партнершипе то есть мы учили а они делали визы у них было разрешение на выдачу студенческих виз F1 с последующим там optional practical training и соответственно значит мы с ними договорились что они будут народ привозить а мы будем его обучать они утвердили программу я для них сделал и оказалось что даже привозить никого толком не надо потому что в Соединенных Штатах болтается столько людей на визе F1 это просто вот ну многие многие тысячи они там в английских школах из английских школ им надо куда-то уже перебираться в какую-то более профессиональную область и они думают куда пойти и первая группа у нас за две недели набралась из из русских там мальчиков девочек которые в Сан-Франциско вот значит не знали куда деваться уже будучи на студенческой визе они просто перешли к нам туда и эта группа была кстати очень ударная очень хорошая была группа а время шло и уже какие-то люди начинали подъезжать подъезжать а я статью написал там где-то какая-то ну была информация о том что мы это делаем и на форумах обсуждалось короче поехали люди прямо оттуда значит половина из них получив вот эту вот айтвони по-моему там называется вот эту айтвони они въезжали в страну и вообще исчезали никогда не появившись в школе некоторые появлялись в школе но были абсолютно как вам сказать не настроены учиться так так может быть можно сказать с какими-то иллюзиями в голове им что-то казалось что все им обязаны что сейчас что-то такое должно произойти что ну вот само собой что-то такое должно случиться в их жизни соответственно если оно не случалось то кто-то им был виноват и так далее то есть буквально группки наверное две вот первая хорошая вторая не поймешь чего а третья была настолько омерзительно что вся программа на этом закончилась вот там было три выпуска и и все стало понятно понимаете то есть те кто был уже в стране с ними с ними было просто но если мы делаем эту программу и мы реально привозим людей из-за границы на этом на этом все как бы есть опыт ну вот вот собственно все менеджмент колледж чтоб сам франциско закрылся он не из-за этого закрылся а просто потому что там у них какие-то внутренние свои там проблемы директриса была уже очень такая в возрасте женщиной и головой немножко ехала потихоньку и так все это мисс менеджмент такой произошел в менеджмент колледжи и они просто вот они закрылись и все есть очень много учебных заведений в соединенных штатах которые выйдут из бизнеса на следующий день после того как им запретят привозить студентов из-за границы поэтому они идут на то чтобы все эти сложные процедурные вопросы брать на себя это ведь не только получить однажды разрешение получить однажды разрешение не так сложно идешь там к людям грамотным там есть консультанты по этой части они тебе помогают все оформить там какую-то денежку это стоит вот у тебя есть разрешение пожалуйста можешь привозить людей если им визу в посольстве дадут и это уже отдельный вопрос там кому вы дают куда дают в какую школу это тоже не во всякую школу всюду дают но дальше то что а дальше есть существенная отчетность и у тебя должен быть человек в штате который занимается вот исключительно вот этим и то есть это денег стоит и оформление бумажек и туда бумажек и сюда бумажек то есть тебе государство с одной стороны разрешает взять вот этого иностранного студента и там деньги за него получить с другой стороны в общем-то достаточно впечатлительную впечатляющую часть этих денег ты должен потратить на то чтобы вот поддерживать процесс на ходу вот ты должен на них рапортовать когда они пропускают занятия что они должны там сколько-то часов там ну в районе 20 часов неделю должны находиться в школе они норовят подрабатывать не приходить то читаете умоляют чтобы ты им не не проставлял и так далее и вот вся эта вот лажа значит ложится людям на голову и они это делают почему потому что им деваться некуда потому что у них без этого просто нет студентов местных достаточного количества они просто выходят из бизнеса и на этом все заканчивается нашему учреждению как бы но у нас слава богу столько студентов что мы вот каждого третьего еще и не берем понимаете поэтому если пошли так очень стало бы там я не знаю у нас есть внутренний какой-то ресурс и я даже не по зачем нам надо было бы вообще этим заниматься мы неоднократно софии возвращались к этому вопросу и она как человек который это делал раньше вот поддерживал все эти бумаги она в курсе и как бы не опыт есть и она просто в ужасе она она ведь я понимаю там кто-то делает потому что иначе он выйдет из бизнеса год но мы у которых голова пухнет от того что происходит вот вот сейчас так ну так много народу и так много всяких задач мы решаем и так далее что какой же нам смысл то вообще этим всем заниматься поэтому мы как бы осознанно приняли решение такое не ходить в эту сторону хотя я несколько раз уже был очень близок к тому чтобы вот эту визу м получать и там делать школу английского языка при нашей школе и так далее но это было связано с тем что тогда экономика была не очень хорошая я думал может быть мы как-то усилимся финансово вот если это будет ну то есть какие-то мысли были поэтому вопрос изучался но изучение вопрос привело к тому что мы как вот от черт от ладана значит шарахаемся от этой всей катаваси соответственно там все время меня спрашивают пришлите какое-то приглашение говорят или там какое-то письмо дайте что вот я в посольство что вот я еду к вам учиться и чтобы визу дали значит чтобы у нас учиться не нужна студенческая виза чтобы у нас учиться можно например быть там по бизнес визе этом по туристической биван биту но дело в том что как сказать дело то что смысл то какой у нас учиться если ты по туристической визе я не могу сказать что ежедневно но почти ежедневно то есть невероятной частотой люди приходят звонят в скайпе обращаются по имейлу пишут вот я там получил туристическую визу хочу к вам в школу то есть они не говорят про студенческую они про туристическую туристическую он хочет школу но если он при этом говорит что у нас план такой что мы сейчас вот приедем мы там через месяц подаем на политическое убежище мы уже разговаривали с адвокатом у нас собственно все документы на руках ну то есть я понимаю что люди планируют как-то свою жизнь там и допустим в ближайшие ну и может быть четыре даже месяца до 4-5 месяцев может быть даже три иногда у них как бы возникает возможность там получать это разрешение на работу скажем через полгода разрешение на работу значит за три месяца до этого они могут к нам прийти и так вот вынырнуть там в этом месте я понимаю что в этом есть смысл в этом есть какой-то план и мы только значит должны убедиться что человек в состоянии научиться с точки зрения языка с точки зрения как бы каких-то технических знаний там тогда и если все на месте ну давай конечно не вопрос но когда человек не имеет никакого плана когда он едет по туристической визе он хочет учиться вот я сегодня такой разговор был на 30 пришел человек я я я думаю нужно о чем мы вот 30 минут говорим о чем что что у нас за план такой что у нас за общий интерес такой если ты не можешь работать чего что идешь такое место весь смысл которого в том чтобы через там несколько месяцев отправиться на работу ну ну что ж ты куда же ты пришел поэтому я не уверен что записав под это видео этот разговор я остановлю поток вопросов на эту тему но во всяком случае поскольку это часто бывает то я думаю что может быть надо высказаться уже и как-то если у кого-то может быть есть такая мысль чтобы ее там не было не знаю но вот в общем может сказать наболело наболело вот и я хочу рассказать значит мы не делаем студенческие визы мы не делаем никакие приглашения никому не для чего мы не являемся инструментом иммиграции и если у тебя нет разрешения на работу либо ты не ожидаешь в ближайшем будущем получить разрешение на работу которая просматривается там я не знаю это может быть брак это может быть политическое убежище это может быть муж получает там с рабочей визы переходит на грин карту они уже ожидают разрешение на работу у нас вот на индийской улице таких много студентов в нашей школе которые мужики там с рабочими визами но в общем то такая вот история поэтому я надеюсь что довольно так ясно все рассказал счастливо